Работа вне офиса. Все больше украинцев успешно строят карьеру без постоянного места работы. Фрилансеры это прежде всего компьютерщики, дизайнеры и менеджеры. Как заставить их платить деньги в бюджет, задумались в Кабмине и даже решили принять отдельный закон. Как живут и сколько зарабатывают фрилансеры, расскажет Анна Гришина. За столиком в кондитерской Дарья придумывает рекламную стратегию для крупной компании. На диван и компьютер девушка променяла работу в офисе ведущего информационного агентства. Была журналистом с фиксированным рабочим днем, а стала маркетологом со свободным графиком. Клиенты нашлись быстро, теперь Дарья сама себе начальник. Здесь нужно уметь себя организовывать, самоорганизация, нужно вести блокноты, вести записи, вести списки дел. Потому что если этого не делать, ты можешь проснуться и подумать, что у тебя никакой работы в принципе нет. Я могу сегодня посвятить время какому-нибудь любимому сериалу. Когда я ушла на фриланс, я не стала получать меньше, я стала получать гораздо больше. Анна сейчас в Берлине. Там украинка организовывает частное мероприятие для международной IT-компании. Это ее личный кабинет. Фриланс Анна совмещает с работой в концертном агентстве. В какой-то момент у тебя вообще нет состояния перерыва и выходных. Тебе могут позвонить рано утром, это может быть в 7-8 утра, потому что тебе надо решить какой-то вопрос. И это точно так же может быть и в 2-3 ночи. Особенно если там зарубежные проекты, они еще связаны с разницей во времени. Популярность работы вне офиса растет, отмечают специалисты по подбору персонала. Ежемесячно на рынке появляются около 3000 предложений для фрилансеров. Востребованы менеджеры, копирайтеры, переводчики, IT-специалисты и дизайнеры. С точки зрения работодателей есть одна большая прибыль. Это операционная экономия на офисе, на оборудовании, на мебели и так далее. На фрилансе есть возможность работать на результат и получать за результат. А вот веб-дизайнер Роман вернулся в офис. За 5 лет разочаровался в работе фрилансера. Мол, карьерного роста нет, доходы нестабильны. В Кабмине рассматривают закон, который легализирует гонорары украинских фрилансеров. Все договоры между работодателями и исполнителями станут электронными. Это особенно упростит жизнь тем, кто работает на заграницу.